Книга «Открытым оком», вопрос 3213, 18 том, тема мусульманства. Есть ли места в Коране из Евангелия и о чем они? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это нас нисколько не радует, потому что названия есть, а мысли иные там. В Евангелии из Корана нет Спасителя, умершего за нашего грехи. Но вот есть такой отрывок. 3.3, 3 сура, 3 аят. «Не спасал Он тебе в истине, подтверждая истинность того, что не спослано до Него, и не спасал Он Тору и Евангелие». Коран, 18 сура, 109 аят. «Скажи, если бы море было чернилами для слов Господа моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли слова Господа моего, даже если бы мы добавили еще подобное тому, этому». И мы читаем в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна, 14 глава, 24 стих. «Не любящий Меня не соблюдает слов Моих, слов же, которые вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». «Только согласно этих слов Христа мусульмане не имеют никаких шансов на спасение, если не покаются и не примут Христа Спасителем». Иоанна, 21 глава, 25 стих. «Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». «Нам в каждом возрасте есть поприще к высотам. Достигнув Ахи, так почему же не раньше? А мог бы был ресурс достигнуть оптом, и был бы орденами весь украшен. Благое дело в юности достичь, что и не снилось старцам малолетним. О совершенстве столько сказок притч, но наяву-то просто неприметим. Быть совершенным близко к идеалу. Недостижимая тщеславная мечта. И без прикрас от цели дальше стали, коль совесть в чувствах стала нечиста. Умение собой владеть при передрягах. Себя не уронить, не рухнуть в грязь. Вдруг вспышка гнева оказалась рядом. Порушила, добытая, гордился чем не раз. О бедный человек, безмерно рад. Избавиться бы от притязаний тела. Закон греха во мне рождает ад, не оставляя и частички целой. Умом, конечно, правде я слуга. Высоким принципом покорнейший до гроба. В самом себе свой грех не раз ругал. Да что же, оплошал, не зыркал в оба. Амнисия от прошлого с благою вестью. Достигла и меня, кандальника со сроком. Крещение омыло всю черноту и плесень. И все, на все смотрю открытым оком. Повержен веткий, смертный человек. Под именем Адама он гнездился. Христос под кровь вошел и обновилась клеть. До самой крохотной и неприметной мысли. И возраст не помеха для Христа. Он заново возможность дал родиться. Овце потерянной к его двору пристать. К своим меня он выжелал причислить. 6-й 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.